Добрый день и хочу показать как работать с сетчатым градиентом, в чем есть особенности работы, что я сделала как удобно. Во-первых скачала тот файл который у нас есть, а во-вторых сделаю еще копию платья и отдельно сделаю копию на которой буду делать непосредственно сам сетчатый градиент, потому что он растворяется и не остается контура точно так же как с отравочной маской как бы сделала это я, то есть я сделала этот контур, добавила еще две линии, залью все целиком красным цветом, вон у нас основа, и теперь мы будем работать соответственно direct selection белой стрелочкой, что мне интересно, я во-первых не хочу делать очень много точек, я хочу чтобы оно собралось, мне нужно вот эти две линии и как видите мне нужно будет подгрудную линию сделать для того чтобы она у меня красиво смотрелась. У меня гнет иллюстратор сам линии согласно тому как он понимает, он видит вот эту линию и по ней он изгибает мне точно так же, соответственно придется сейчас руками это все подстраивать, а выбрали, увеличиваем и как помните мы работали с усиками точно так же здесь с этими усами и работаем, то есть нужны они нам не нужны, точку мы можем там наверх-вниз убрать, то есть соответственно ее подвигать туда куда нам нужно и вот эту кривизну мы настраиваем. Инструмент по настройке не самый простой, это нужно понимать и требует он времени и усидчивости для того чтобы вот получилась правильная линия, он такой вот капризульный, с этим надо просто смириться и соответственно это делать. вот такая вот линия. А что мы можем делать дальше, то есть после того как вы наметили основные линии, сейчас я сделаю чтобы было видно. Теперь мы выбираем точку и этой точке присваивается какой-то цвет, мне нужна будет сейчас еще одна линия и этой линии я буду присваивать более темный цвет, нет не подходит, то есть как бы не то, соответственно будем бордовый делать, вот бордовый хорошо, но видите у меня вот здесь уходит, соответственно мне нужна еще одна ограничивающая линия, вот и теперь туда я могу запустить бордовый в этот узел, то есть я выбираю узел и этому узлу придаю цвет и от него в разные стороны расходится этот цвет, сюда бордовый, да, сюда бордовый, вот у меня внизу образовалась, теперь здесь я могу вот эту точку выбрать и посмотреть как у меня разойдется, да, цвет, вот эту, не хочется, соответственно сейчас еще одну линию нарисуем, раз не получается, то есть тогда нужно просто выбрать еще одну линию и на эту линию уже вот сюда положить бордовый цвет и здесь точно так же, так, если не уходит, значит вот сюда, то есть таким образом вы создаете у вас, постепенно, постепенно начинает формироваться вот эта форма, это достаточно долгий процесс, он не делается быстро, сейчас у иллюстратора появилась новая приблуда, она с 2019 года, она называется произвольный градиент, вот я вам тоже рекомендую попробовать, она чем-то похожа на то, что мы сейчас делаем, вы выбираете произвольный градиент и здесь точно так же, смотрите, у вас появляется точка, которой вы задаете цвет для кого-то может показаться проще, теперь эта точка, да, в какой, бордовый, например, сюда еще точку мы щелкаем бордовый, то есть попробуйте вот этот инструмент, он тоже очень интересен и на мой взгляд намного проще в работе, потому что вот такие вещи дают, с сетчатым градиентом надо прям вот сидеть и очень долго и тщательно разбираться, потому что вещь непростая, вот здесь можно потом эти точки подвигать, да, радиус поменять, то есть он немножечко попроще по работе, дает слегка другой эффект, но тоже крайне вот интересная вещь, если делать платье таким способом, оно требует, понятное дело, времени, вы должны сделать эту настройку аккуратно, видите здесь радиус меняется, попробуйте его тоже поделать, например, сюда еще нужно добавить точки, чтобы равномерно все произошло, смотрите на картинку, в зависимости от этого уже меняете, соответственно, как у вас это смотрите, можно две точки поставить, расширить, вот она у вас организовывается, поэтому вот это, это долгий процесс, это где-то полтора часа работы, вот я плавно-плавно вот эти линии выводила, чтобы смотрела, как это будет сделано, то есть можно вот такой момент, попробуйте и то и другое, вы должны владеть этим инструментом, но по моей практике он используется крайне-крайне редко, и если вот нужно что-то прям такое интересное собрать, вот этот ингредиент, он новый, я еще сама толком на него не перешла, но он дает тоже достаточно интересный результат.